Задаваясь вопросом о том, как же должен выглядеть проектировщик лимузина для президента России Владимира Путина, можно представить себе разных людей. Но на самом деле выглядит он примерно так. Вот, это главное. Это Леонард Янкилович, латвийский бизнесмен, глава компании Дартс, которая создает знаменитые джипы-броневики Промбронь. Кроме тапочек с медвежьими когтями, у него в офисе имеется единственный в Латвии музей водки. До нас дошла информация, так как у нас есть те же связи с российскими автодизайнерами, что Путин решил пересесть на отечественный автомобиль. Но отечественный условно, потому что в условиях конкурса сказано, что база или Мерседес, или Бентли, или Ауди. То есть он отечественный будет, видимо, в надписи. Ну, мы об этом услышали, и услышали, что Путин заинтересовался в бренде «Русабалт». А бренд «Русабалт» – это тот, под которым мы, в общем-то, продвигаем наши автомобили. То есть у нас как бы название фирмы «Дартс», но автомобили идут под маркой «Промбронь» бывшей «Русабалт». Водка и медведи – стереотипный набор русского проектировщика на Западе. Можно ли такому человеку доверить постройку лимузина и джипов сопровождения для президента России? Ответ на этот вопрос знают в Голливуде. Американская фабрика грез Леонарду Инкиловичу доверяет всецело. Это презентационный ролик блокбастера «Крепкий орешек-5». Московские улицы по сценарию, а на самом деле Будапештске, громит шестиколесный монстр, созданный латвийской компанией на базе российского грузовика ЗИЛ-130. «Крепкий орешек» мы только вот закончился он летом. Сейчас мы ждем где-то, обещали в феврале. Но я объясню, как идет с кино. Они очень долго думают, а потом они дают пять минут на сбор. Вот с «Орешком» было, они думали с ноября, а потом в июне мне сказали, через сутки вы должны быть в Будапеште. Ну а знаменитые «Золотые джипы» в голливудской комедии «Диктатор» с участием Саши Барона Коэна – это также продукция латвийской фирмы «Дартс». Леонард Янкелович демонстрирует каталог, который очень любят арабские шейхи. Здесь образцы кожи питона и крокодилов. Однако для лимузина Путина он подумывает о нано-коже. Все-таки самое популярное слово в лексиконе современного российского истеблишмента. Есть настоящие разработки нано-кожа. Причем она интересная, она делается из паутины. И она пулестойкая. То есть вы можете посмотреть, я вам могу ролик прислать. Делается нано-кожа, которая еще и держит пулю. И делается она из паутины. Вот в Голландии были испытания. Сам лимузин для главы государства российского вытянет из любых проблем 630-сильный 12-цилиндровый движок от «Мерседеса» АМГ «Битурбо». Ну а поскольку компания Янкеловича давно специализируется на броневиках, то вопрос защиты вип-персоны занимает центральное место в разработке. Там будет несущий кузов, ну вот как капсула. Вот у нас в Рижском мотор-музее стоит сталинский лимузин. То есть бронекапсулу будет? Бронекапсулу. Ну это такая старая советская традиция. То есть в салон идет бронекапсула? Бронекапсулу и потом идет все дальше. Но первое, что мы пытаемся сейчас сделать, оно, наверное, будет просто внешне, а потом уж, ну, как это выглядит. Ответ на вопрос, почему лимузин для главы российского государства надо делать в Риге, у Леонардо тоже имеется. Если соблюсти исторические все, то исторические машины для царей делали в Риге. Вот. Среди серьезных конкурентов в конкурсе на поставку автомобилей кортежа Леонид Янкилович рассматривает российскую компанию «Маруся», выпускающую спорткары и участвующую в гонках «Формулы-1». Однако в этом соревновании многое зависит от скорости реакции. Так, путинский лимузин компания «Дартс» представит на автошоу «Топ Марк» в Монако уже в апреле этого года. Если модель произведет впечатление на президента России, то латвийская компания станет поставщиком кремлевского гаража. Даниил Смирнов, Улдис Вейс, телекомпания ТВ5.